У меня сразу два доклада на очень разные темы. Один доклад про анализ защищенности проектов, использующих машины и обучения, безопасность AI-систем. И второй доклад касается блокчейна. Зачем выступаю? Потому что хочу делиться опытом, хочу систематизировать свой собственный опыт, рефлексировать над ним и сформулировать его так, чтобы поняли другие люди, тем самым научиться чему-то самому и научить других. Доклад называется «Безопасность AI-приложений» и подразумеваются различные приложения и системы, в которых используются машины обучения, искусственный интеллект. И я рассказывал про специфику их безопасности. Очень многие люди, которые занимаются AI и безопасностью AI, в первую очередь думают о математических атаках, о которых, кстати, на нашем треке много рассказывают другие докладчики. А я рассказал о том, что, несмотря на то, что такие проблемы есть, намного проще поломать AI-приложения так же, как и все остальные, просто через обычные технические уязвимости. И я рассказывал про те уязвимости, которые чаще встречаются в таких системах. И на что следует обратить внимание стартапам, корпорациям, всем, кто разрабатывает такие системы. Например, биометрию, распознавание изображений и даже медицинские системы диагностики. Вскоре не будет смысла говорить об AI-приложениях, потому что он может использоваться вообще где угодно, от кредитного скоринга и таргетинга рекламы до той же самой медицинской диагностики и развлекательных приложений, когда вы там накладываете фильтры на свое лицо в мобильном приложении. Это тоже AI-приложение, у него тоже есть определенные угрозы, которые его владельцев очень даже волнуют. Бывало, что приходили стартапы с беспокойством, что их основную интеллектуальную собственность, а именно модель машинного обучения, разработанная ими, украдут конкуренты или недобросовестные инвесторы, когда они будут показывать демо-стенд, на котором эта система развернута. Но удалось показать, что действительно можно сделать и очень быстро, хотя они думали, что для этого придется использовать какие-то сложные математические атаки. Оказалось, что все банально, любой пентестер бы смог это сделать. Так вы еще и пентестеры ищут, в первую очередь, наиболее простые способы проникнуть в систему и чаще всего оказывается, что то, о чем разработчики машинного обучения думали, это не самый простой способ и до него просто даже не доходит. Сложность атаки может быть и высокой, но факт, что она не обязательно связана вообще с какой-либо математикой. То есть это мог быть не AI, а просто какой-то алгоритм любой, и оно точно также взламывалось в это положение. Разработчики таких систем часто на этом зацикливаются и не думают о более простых приземленных вещах. Дежавю, наконец-то мы увиделись вновь, спустя два года и спустя три или четыре года на этой площадке. Наверное, вот такая теплая дежавю, что наконец-то. Редактор субтитров А.Семкин